Всем привет, друзья! На связи, как всегда, команда MMOBets. Меня зовут Роман. Подкаст, посвященный второстепенным турнирам этой недели. Их не так и много. Fight Nights Global 84, Belator 195, KSV 42, Cage Warriors 91 и LFA 34. Вот, ну, собственно, начнем с Fight Nights. Карта, на самом деле, совсем маленький. 9 боев. Вот, ну, из интересного, что здесь можно отметить. Ну, во-первых, выступление Максима Буторина. 13-1-1 рекорд на данный момент у этого парня. Мне видится он весьма перспективным бойцом. Ему сейчас всего лишь 22 года. Ну, я, как и большинство, наверное, тех людей, которые следят за российским ММА, его заметили в бою с Анваром Чергесовым, где Буторин первый раунд боя проиграл. И начало второго проиграл, но постепенно подстроился. И в итоге сумел вообще выиграть этот бой. Показал свою отличную борьбу. Хорошая выносливость, хорошая стойка. В общем, очень мне в этом бою понравился парень. Ну, в крайнем бою, к сожалению, с Майком Хиллом была ничья. Вот. Но в целом, боец молодой. Ему еще недостает немножко опыта, но тем не менее, повторюсь, борьба отличная. Более-менее неплохо себя чувствует в стойке и вполне себе хорошее кардио. И что касается его противостояния на этом ивенте с Максимом, с Виталием Стояном, прошу прощения. Вот. Как видите, по габаритам они более-менее равны. Виталий Стоян на 6 лет старше Максима. Ну, бои Виталия я тоже посмотрел. Не такой, конечно, там красивый рекорд у него, но тем не менее. Кстати, что интересно, друзья, вот здесь у него поражение против Юрика Смаяна. В 16-м году решением. Записано почему-то решением, но запись этого боя на ютюбе есть. А на самом деле Смаян выиграл техническим нокаутом во втором раунде. То есть, можно смело сказать, что у Виталия Стояна все бои заканчиваются досрочно. Либо он проигрывает досрочно, либо выигрывает досрочно. Ну, и здесь понимаете, да, что он в основном предпочитает бороться. Ну, как бы все победы с Абмишинами и два поражения нокаутом. Вот. Я здесь предполагаю, что, в принципе, Буторин будет лучше как в стойке, так и в партере. Единственное, конечно, здесь остается за Виталием. Ну, может быть, какой-то шанс болевого приема. Потому что он, вот, я заметил, он постоянно, постоянно выходит на болевые на ногу. Ну, вот, как видите, у него получилось только один раз за всю карьеру против дебютанта в крайнем бою. В общем, я очень сомневаюсь, что Буторин даст как-то ногу, даст себе на ногу провести болевой. Полагаю, что он выиграет, этот бой выиграет досрочно. Так, ну, Виктор Пешта встречается с Александром Гладковым. На самом деле, кстати, бой достаточно интересный, несмотря на то, что в рейтингах здесь просто огромная пропасть. Виктор Пешта, который совершенно неудачно выступал в UFC, после UFC выиграл один бой нокаутом, подписан в организацию Fight Nights. Выиграл Алексея Кудина. Я тогда, конечно, верил в Кудина, но получилось достаточно предсказуемо, потому что партер у Кудина крайне хромает. Ну, и Пешта, который как раз в партере себя хорошо чувствует, этим воспользовался, сумел задушить Алексея. В UFC, как видите, у него совсем все было не очень, всего одна победа над Константином Ерохиным. Но, друзья, кто в UFC не бил Константина Ерохина? Собственно, ничего там, опять же, такого нету. Пешта там применял свою борьбу. Оленик его задушил необычным приемом своим фирменным в положении снизу. Тебура его жестко нокаутировал хайкиком в голову. Ну, Дерека Льюис, он поначалу выигрывал, но Льюис, как всегда, красава, камбэкнулся в третьем. Собственно, Руслан Магометов его просто в стойке уверенно переработал. Ну, в общем, Пешта себя, конечно, он более-менее неплохо себя чувствует в стойке, но там далеко не фонтан, друзья. А вот именно, что касается Партера, ну, более-менее Партер неплох. И перевести, побороться, как бы подзалежать там, или даже болевой провести удушающий, он умеет. Вот, что касается его украинского оппонента. Ну, в первую очередь, мы заметим, что Пешта намного по габаритам больше. Просто 11 сантиметров разница в росте. Вот. Рекорд у Александра Гладкова неплохой. 10-1. Достаточно такой выразительный. Единственное поражение нокаутом от Мойса Римбана в 13-м году. Мойс Римбан, кстати, ну, скажем, не совсем такой слабый боец. Я за ним некоторое время наблюдал. Есть у него такая некая крепость, умение идти вперед, перемалывать соперника. В общем, я бы не сказал, что это прямо вот поражение крайне слабому бойцу. Ну, а так, большинство побед, как видите, одержаны досрочно. Только два боя дошли до решения. В крайнем бою выиграл Евгений Бондарин на турнире Golden Team Championship. Но, друзья, во-первых, Евгений Бондарев это вообще боец просто, ну, не знаю. Я не знаю, честно, как его охарактеризовать более-менее без оскорблений. В общем, слаб, конечно, боец, однозначно. И выиграл его Александр Гладков посредством травмы. Он ему там, ну, бой буквально шел там минуту, по-моему, или полторы. Гладков там пнул ему по колену раза три. И на третий раз, собственно, случилась травма. Бондарев не смог продолжить бой. С Эдом Карлосом тоже, ну, все достаточно легко и просто было. Гладков и в стойке ему очень жестко напопадал. И после этого перевел, ну, и в партере забил в конце раунда. В общем, ну, а в принципе, Гладков тоже, как бы, умеет побороться. Он умеет, ну, провести тейкдаун, подзалежать. Ну, боец такой себе. Я, конечно, оцениваю его уровень намного ниже пешты. Но, в принципе, некоторые навыки у него есть. Навыки в борьбе есть. В стойке тоже так более-менее неплохо себя чувствует. Но мне он видится немножко помедленнее. Пешты, конечно. И я, конечно, здесь отдаю предпочтение Пеште. Но вот не уверен, что здесь будет досрочное окончание. Хотя большинство побед и поражений Александра Гладкова, собственно, у него все практически досрочно. Два боя до решения дошло. Но мне кажется, что он окажет некое сопротивление. И, ну, допустим, раунд во второй, мне кажется, бой определенно зайдет. Следующий. Следующий. Ну, здесь все достаточно очевидно. Либо Гаудинов встречается с Энди Янгом. Ну, про Либо Гаудинова рассказывать особо нечего, да? Бывший боец UFC. По моему мнению, до сих пор находится на совершенно топовом мировом уровне. Несмотря на поражение от Тайсона Немо нокаутом на последней секунде третьего раунда. Но после этого выиграл Педро Нобро, выиграл Дэнни Мартинеса. Вполне уверенно, все в доминирующих манерах, как и ожидалось. Тайсона Немо он тоже выигрывал и выигрывал вполне уверенно. Соперник Али Багаутинова из Англии, Энди Янг. Ну, как видите, немножко превосходит Али в росте. Но, в принципе, для Али ничего необычного в этом нет. Он встречался и с более высокими соперниками. Энди Янг – это бывший чемпион временной организации БАМа. Чемпион организации WWFC – это украинский промоушен. Ну, и в других там мелких промоушенах, как видите, UCMMA, British Challenge, MMA, тоже он обладал чемпионскими поясами. Как бы, ну, ничего такого в этом, конечно, нет, потому что уровень соперников там совсем низкий. Ну, Энди Янг, кстати, боец вполне себе неплохой. Но, друзья, все-таки это Али Багаутинов. Я реально, ну, если бы был не Али в соперниках у Янга, допустим, какой-нибудь, ну, российский, скажем, топ-боец, который не показывал себя на мировом уровне, здесь я бы еще отдавал Янгу шансы, потому что он объективно, боец достаточно сильный. То есть и ударку умеет неплохую, и побороться любит, и там навыки есть болевых, удушающих. Кстати, выносливость неплохая, но все это, все это есть у Багаутинова, и у Багаутинова это лучше. Поэтому я полагаю, что здесь выиграет Али. Ну, скорее всего, решением, наверное, мне так кажется. Следующий бой Субииномота Шамиль Амиров. Ну, здесь все как бы достаточно интересно. И Субииномота, к сожалению, в последнее время у него не особо все ладится. Как видите, тут уже много поражений. Ну, вот, крайние два боя проиграл Элисхабу Хизриеву. Ну, Хизриев это весьма-весьма перспективный боец. Реально, мне он очень нравится. Отличный партер у парня, и он просто не дал Субииномоту никаких шансов. Субииномота, который, кстати, славится своим кардио хорошим, он в третьем раунде был вообще никакой, он просто был измотан. Хизриев его, ну, своей борьбой просто уничтожал. Ну, а до этого он проиграл Николаю Алексахину. Ну, да, это была травма, но тем не менее, Алексахин его вполне уверенно выигрывал до этого. И перед этим выиграл Игорь Сверида. В общем, боец-то вполне себе неплохой. Боец, предпочитающий драться в стойке. Имеет достаточно хорошую защиту от тейкдаунов. Но, как показал Хизриев, если есть навыки борьбы, достаточно высокие, то перевести его вполне себе можно. И вымотать вот это вот кардио его пресловутое, забрать вполне себе можно. Шамиль Амиров имеет у нас борцовскую базу. Вот рекорд 3-0-1. К раннем бою присудили ничью. Вначале Шамилю Амирову отдали победу над Русимаром Пальяресом. Но затем пересмотрели, отдали ничью. Здесь стоит заметить, что Шамиль Амиров до Пальяреса встречался, ну, скажем, с оппозицией достаточно низкого уровня. С Пальяресом был резкий скачок. Амиров, ну, может быть, первый раунд забрал еще более-менее уверенно. Повторюсь, у него борцовская база, он отлично борется. И неплохо, кстати, себя в стойке чувствовал. Но второй-третий раунд он жестко начинал уставать. В третьем просто был вообще никаким, вообще. Ну, друзья, кто не хочет там весь бой пересматривать, я советую просто гляньте на ютюбе. Там есть, когда объявляли победителя. Амиров просто не мог держаться на ногах. Его держали секунданты. Ну, вот настолько он устал, выложился в бою. С Пальяресом я, кстати, согласен. Он бой этот не выиграл однозначно. Потому что Пальярес все-таки по выносливости оказался получше. Второй-третий раунд, как мне кажется, подзабрал. Вот. Ну, что касается противостояния с Инамото, вот здесь как раз и весь вопрос в кардио. То есть, сумеет ли Шамиль Амиров вымотать Исубе и Инамото? Сумеет ли вот он у него его кардио тоже забрать? Потому что у Амирова оно явно закончится к концу второго к третьему раунду. Это однозначно. И, собственно, сможет ли он переводить или нет? Если честно, друзья, я здесь все-таки склоняюсь к Инамото. Как к более опытному, как и, ну, допустим, тот же Пальярес, да? Он был все-таки более опытный. Как к бойцу с хорошей защитой от тейкдаунов и намного более лучшим кардио. Вот. Я не думаю, что здесь будет досрочная победа, скорее всего, решение. Ну и главный бой, бой за титул чемпиона в бантамах Шарамазан Чупанов встречается с Томашем Дэком. Друзья, Шарамазан Чупанов уже встречался с Томашем Дэком. Это был третий бой в его карьере в 15-м году. И тогда он проиграл с плитом. Бой был крайне-крайне близкий. Шарамазан Чупанов забрал увереннейший первый раунд. Был очень равный второй. Ну и третий был за Томашем Дэком. Ну, большинство судей посчитали, что второй тоже был за Дэком. Здесь, ну, что можно сказать про Шарамазана? Реально, боец просто отличный, но подвело его немножко кардио. Потому что вот именно в первый раунд, но он просто невероятно красиво работал. Он, опять же, имеет базу вольной борьбы, если я правильно помню. То есть в борьбе он себя прекрасно чувствует. Томаш Дэк именно грэплер, и Шарамазан Чупанов отзащался от всех его попыток тейкдаунов. В стойке просто очень красиво, эффектно его перебивал. Ну вот во втором и третьем уже значительно подустал. Тем не менее, следующие бои Шарамазана я посмотрел. Я бы не сказал, что он вот в кардио прям подтянулся сильно, честно. Допустим, в крайнем бою со Стефаном Сервантесом, опять же, в третьем раунде, я видел у него уже усталость. Но, друзья, Сервантеса он три раунда жестко борол, залеживал. В борьбе все-таки сил тратится больше, чем, скажем, в стойке. Ну, хотя, конечно, относительно все, но тем не менее, именно мне и так видится. А что касается Томаша Дэка, он вот умеет, знаете, некоторый первый натиск своих соперников перебороть, передержать и, ну, перетерпеть. И затем уже самому работать и выигрывать бои, либо досрочно, либо решением. Просто посмотрите уже, скольких российских бойцов он успел выиграть в организации Fight Nights. И помимо нее, кстати, тоже, ну, реально отличный боец. Ничья с Олегом Борисовым, друзья, ну, Борисов просто жесткий топчик, по крайней мере, в СНГ. Проиграл Томаш Дэк только сабмишином, Юсупу Садулаеву. Ну, Садулаев, опять же, это джитсер просто высочайшего класса. И если бы Томаш Дэк не попался на сабмишин, я очень сомневаюсь, что Садулаев удалось бы его выиграть. В общем, Томаш Дэк, собственно, как видите, большинство побед у него, ну, над российскими бойцами, именно досрочные. Только два решения, как раз над Шарамазаном, над Вадимом Бусеевым. Вот, ну, опять же, друзья, если честно, я все-таки здесь поболею за Шарамазана, реально, мне нравится этот боец. Вот ему только стоит подтянуть кардио, потому что, если бы он показывал себя вот так же в пределах пяти раундах, как он себя показывал в первом раунде, а в бою с Дэком, ну, это просто, ну, максимальный топ, я посмотрел бы вообще в других организациях. Реально отличная, классная ударка, очень техничная. И борцовская база, здесь, как бы, универсальный боец видится. Я не уверен, что здесь досрочка будет, я, наоборот, склоняюсь к решению. Ну, в общем, поболею за Шарамазана. Итак, следующий турнир, который нас ожидает, LFA-34, Уотли Дженкинс. Ну, турнир, опять же, я уже полностью разобрал. Из интересного, наверное, главный бой, да, рассмотрим чемпионский. Роберт Уотли будет биться с Брэндоном Дженкинсом, друзья. Роберт Уотли, 9-1, неплохой рекорд. Причем поражение, это самое первое поражение, его бой в сам первой в карьере, с Абмишиным. После этого он не проигрывал. В общем, я вам скажу честно, ребят, когда он пришел в организацию LFA, я полагал, что он бой свой дебютный проиграет. По-моему, он даже андердогом был, если я правильно помню. Потому что я посмотрел его предыдущие бои, там и соперники были не очень. И, ну, как-то более-менее блекло, он себя показывал. Но в LFA просто парень блеснул. Реально, Тиаго Мойсеса. Мойсес, по-моему, в АВТТ тренируется, если я правильно помню. Весьма неплохой боец. Но Роберт Уотли вообще не дал ему никаких шансов. Он его и в стойке перебил. И переводить пытался. От всех тейкдаунов Мойсеса он отзащищался. Это вообще было круто. И я, реально, я этого не ожидал. Уотли уверенно забрал бой. Пять раундов. В следующем бою с Дэрилом Вилсоном, опять же, Уотли просто в агрессивной манере выиграл бой. Шел вперед, наносил удары. Он, кстати, весьма техничен в стойке. Проводил тейкдауны. То есть, опять же, показывал то, что боец универсальный. Боец он весьма выносливый, скилловый. В общем, я свое мнение об этом бойце изменил. Теперь я уже вижу его весьма перспективным парнем. Ну, сражаться он будет с Брэндоном Дженкинсом. Что скажу про Дженкинса, друзья? Ну, в организации ЛФА, в пределах нее, это боец достаточно хороший, конечно. Три раза выступил, как видите. Проиграл один бой Джеффу Питерсену. Но, если честно, я не думаю, что он потянет против Уотли. Дженкинс в первую очередь боец, который обладает борцовской базой. Предпочитает бороться. Стойки не особо хорошо себя чувствует. Я уверен, что по технике, именно по ударке Уотли будет намного лучше. И, ну вот, борьбы не будет у Дженкинса. Понимаете, я очень сомневаюсь, что он ее сможет проявить здесь. Потому что Уотли отличная защита от тейкдаунов, да и сам он умеет, в принципе, побороться. То есть, и еще у Дженкинса явно не очень хорошее кардио. Он прям заметно уже усталый в третьем раунде. Опять же, Уотли этим может воспользоваться. Я полагаю, здесь победит Уотли и вполне даже, возможно, досрочно. Не в ранних раундах, в поздних, но может быть и такое. Так, далее. Далее. Беллатр, 195. Но, опять же, карт, конечно, не особо интересный. Джо Уоррен встречается с Джо Тайман Гло. Джо Уорена, опять же, все прекрасно знаем. Бывший чемпион Беллатра. Обладает борцовской базой. Причем, ну, борьба у него на очень высоком уровне для ММА. Просто, если он пошел в борьбу, от него отделаться, его перебороть практически невозможно. А ему, обратите внимание, 41 год. Для этого возраста он показывает просто какую-то невероятную выносливость. В общем, кардио тоже на уровне. Как видите, проиграл он, ну, вообще, изначально он выиграл чемпионский пояс у Эдуарда Дантаса в 2014 году. Проиграл его вообще неожиданно болевым на ногу Маркосу Галевау, будучи большим фаворитом. Затем, ну, вполне ожидаемо выиграл Элси Дэвиса. Проиграл Дэриону Колдвеллу, нынешнему чемпиону. Опять же, ну, вполне здесь ожидаемо. Выиграл Сервана Какай, бывшего бойца UFC, будучи, кстати, андердогом, но здесь, мне кажется, было предсказуемо это. Проиграл мажорити решением Эдуарду Дантасу. Опять же, очень близкий бой показал, свою борьбу включал. Ну, и в крайнем бою, за счет своей борьбы, Стиви Гарсии, он просто, как обычно, борол все три раунда и никаких шансов не дал. Ну, что касается Джотто Мангло, парень выстрелил. Выстрелил когда? Когда вот как раз Дэриона Колдвелла, нынешнего чемпиона, сумел выиграть с Абмишином. Проигрывал этот бой, два раунда проиграл, но Колдвелл полетел просто головой вперед и на гильотину налетел. Тэймонгло, по сути, боец, кстати, весьма неплохой. Но он, кстати, в стойке, в принципе, неплох, но вот уже показали его бои, что его можно и в стойке перебить. Я не думаю, что Джо Уоррен будет это делать, он как бы не супер, там, техник в стойке. Но также показали, что можно подзалежать Тэймонгло, и вот это уже реально. Я полагаю, что Джо Уоррен будет делать именно то, что он делает всегда. Идти вперед, работать у сетки и подключать свою борьбу. Если он по-прежнему на том же уровне, на котором был, то есть обладает прекрасным кардио, то я не вижу Тэймонгло особых шансов, а склоняюсь к победе Уоррена на решение. Но в главном бою Дэрриан Колдвелл и Леандр Хига, про Колдвелла я как бы уже сказал, весьма хороший, весьма перспективный боец, обладает борцовской базой в первую очередь. Но стоечку он свою подтянул, реально, со стойкой у него все в порядке. Он очень такой длиннорукий, вообще высокий сам по себе. Вот, показал себя просто прекрасно с тем же Эдуардо Дантасом, которого я считаю, ну, вполне топовым бойцом. И тренируется он в достаточно топовом лагере, и, ну, вообще, Дантас реально хорош. Ну, Колдвелл показал, что он уже не сырой, вот самое время ему завоевать пояс, он его завоевал, все по делу. Хорошая стойка, прекрасная борьба, борцовская база. Он, кстати, да, он немножечко-немножечко подустает, но смотря как он работает. Все-таки в основном я считаю, что кардио у него неплохое. Леандр Хига, опять же, ну, вполне себе топовый боец, но я просто вот оцениваю, друзья, его навыки вот немного ниже все-таки, чем у Колдвелла реально. Хига очень хорош в стойке, борьбой тоже обладает, но в основном стойки бои проводит. С тем же Дантасом очень-очень близкий бой, проиграл с плитом. Ну, я считаю, что по делу. И мне видится так, что у Хига, может быть, будет даже некое преимущество в стойке, может быть, допустим, может быть не в первом раунде, а попозже. Но, тем не менее, Колдвелл, он все-таки более разносторонен, и у него определенно лучшая борьба. Я все-таки здесь склоняюсь к Колдвеллу, и полагаю, наверное, что все-таки тотал больше здесь будет. Идем далее. Турнир КСВ следующий у нас 42. Ну, здесь кратко пройдемся по чемпионским, ну и по основным боям. Ариан Липский встречается с Силвано Гомос Хуарес. Ну, Ариан Липский для КСВ уже такая, достаточно привычный боец, является чемпионкой. Вот. Ну, в первую очередь она показывает свою отличную джиу-джитсу. Очень и очень редко кому удается выжить против нее, дожить до решения. Она досрочит просто всех, кто встает у нее на пути, переводит в партер. Ну и в партере уже очень тяжело приходится ее соперницам. Хотя, в принципе, в стойке она себя тоже вполне себе неплохо чувствует. Ее поражения были, как видите, в начале карьеры, в 15-м, в 14-м годах. Ну, в последнее время, в общем, все, кого и привозят, она уверенно побеждает. Особо не могу ничего сказать по ее скиллам. В общем, ну, то, что видел, как бы, то видел. Но бойцы, конечно, там не самого хорошего уровня. Что касается ее нынешней соперницы. Ну, Силвана Хуарес Гомес, ее, в общем, единственное поражение от Полиана Бательо. Бательо сейчас выступает в UFC. Боец вполне себе хороший. И, в принципе, ничего плохого в этом поражении нет. Но Бательо ее выиграла вполне уверенно. Она ее, ну, задоминировала вообще конкретно. И просто на пятый раунд там Силвана Гомес просто не вышла. Как видите, большинство ее побед одержаны досрочно. Но соперницы здесь, ну, друзья, ну, 1-3, 3-3, 0-0, опять же, 2-0, 3-0. Ну, это вообще уровень оппозиции, конечно, оставляет желать лучшего. Это мягко говоря. В общем, я, конечно, здесь склоняюсь к Липске. Я не знаю, честно, сможет ли она очередную именно досрочную победу добыть. Но я склоняюсь, что сможет. Потому что все-таки, ну, Хуарес опыта совсем не хватает на таком уровне. Матуш Гамрот, Гжегорш, Гжегорш, Жуликовский. Ну, Матуш Гамрот, вот этот боец достаточно силен. Ну, прям объективно силен в КСВ. Крайние два боя провел с Норманом Парком. Это боец UFC, который, как мне кажется, любому бойцу в этом весе доставит проблем. Потому что Парк прям такой любит сушить бой, любит вязать. Ну, с ним реально тяжело. Тем не менее, Гамрот его переработал в первом бою. И, ну, во втором, к сожалению, была травма. Но я думаю, Гамрот тоже его бы выиграл. Что касается, помимо этого, у него отличный грэплинг. У него вполне отличная стойка. Как видите, вполне неплохие соперники у него были. Тот же Марив Пираев, которого он нокаутировал. Мансур Барнауи, которого он выиграл решением. В общем, мне этот боец вполне себе нравится. Я вижу его достаточно перспективным. Ну, характеризовать его могу как универсального бойца. Что касается его оппонента, ну, Жуликовский, он в первую очередь опасен своим партером, как мне кажется. Большинство побед, одержанных с Абмишином, проиграл единственный бой травмы Тиму Паколину в 2012 году. В крайнем бою, ну, вполне предсказуемо победил. Я тогда на него ставил. Там были равные коэффициенты. В общем, ему удалось в партере сделать то, что он, в принципе, как бы всегда старается делать. Провести болевой. Он провел болевой на ногу. Но, друзья, мне кажется, ну, немножко не уровень он Гомрота. Все-таки, мать уж Гомрот. Повторюсь, у него отличные навыки грэплинга. Я практически уверен, что он вполне себе сможет отзащищаться. Комейн-эвент Матерла Аскам. Ну, Матерла, опять же, мне очень нравится как боец. Да, рекорд 25-5. Уже 5 поражений. Но в последнее время, посмотрите, единственный, да, кому он проигрывал, это Мамет Халидов. Помимо этого, вот он, получается, в общем, он бывший чемпион в среднем весе. То есть, как раз тот, у кого Халидов отобрал пояс. И свой пояс он защищал несколько раз. Более-менее неплохая у него позиция. В крайних боях, кстати, вполне. Паулу Тиаго, бывший боец UFC. Русимар Пальярес, бывший боец UFC. С обоими он разобрался, ну, крайне уверенно. Ну, Паулу Тиаго от защищался от тейкдаунов, нокаутировал его. Паулу Тиаго его пару раз перевел, но ничего из этого вытащить, к сожалению, не смог. Матерла неизменно вставал и наказывал его в стойке. И вот во втором раунде сумел тоже нокаутировать. Ну, как бы, повторюсь, вполне себе, в принципе, неплохой боец. Весьма, опять же, мне кажется... Ну, в КСВ, по крайней мере, перспективы у него вообще отличные, светлые. Скотт и Аском, опять же, боец топовый. Это, в принципе, бой будет близкий. Я ожидаю коэффициенты здесь близкие. Потому что Аском себя в UFC, ну, очень неплохо проявлял. Да, его уволили, к сожалению, потому что он провел шесть боев и выиграл только два оба нокаутом. Проиграл четыре боя решением, но два из них с плитом. И, да и в остальных боях он сопротивлялся вполне себе неплохо. С Брэдом Скоттом был очень близкий бой. Ну, и в крайнем бою с плитом выиграл Люка Барната. Аском, ну, реально, боец весьма топовый. Себя вполне себе хорошо в стойке чувствует. Ну, мне, я, если честно, здесь как бы за... Ну, откровенно, друзья, скажу, я здесь за Мотеллу. Мне он как-то в стойке кажется пожёстче немножко. Вот. Но, что касается тоталов, я думаю, что здесь до решения, наверное, бой дойдёт. Вот. Ну, Мотелла, но это не точно, повторюсь. Очень-очень близкий, очень сложный бой. Главный бой Томаш Наркун встречает с Мамедом Халидовым. Друзья, это своеобразный супер бой. Томаш Наркун чемпион в полутяжах. Здесь будет договорной вес, 203 фунта. Халидов до этого встречался с чемпионом на вес ниже, победил его. Сейчас встречается с чемпионом на вес выше. Единственное, что хочу сказать, Наркун не обладает, к сожалению, хорошей оппозицией. Единственное, чем он там обладает, ну, это более-менее, да, опытом боёв с большими парнями. И, ну, может быть, сейчас посмотрим, по габаритам он будет превосходить. Но, в принципе, во всем остальном, да, по габаритам он, конечно, превосходит. По всем остальном Наркун хуже, чем Халидов. И я полагаю, что Халидов этот бой, скорее всего, выиграет решение. Ну, и следующий турнир, Кэджвара 91. Очень вкратце, друзья, Джош Рид, Брайан Булланд, Джош Рид. Ну, в первую очередь скажу, что Рид здесь должен был драться с Кавасевичем, по-моему, да, всё правильно. Булланд вышел на замену. Да, Булланд боец опасный, бесспорно, но короткое уведомление. Худший уровень оппозиции. Плюс проигрывал тому же Кавасевичу и, ну, просто отлетел очень быстро вообще. Булланд, он как бы, он себя в стойке, вполне себя хорошо чувствует и в партере. Но всё-таки, друзья, Джош Рид мне видится здесь большим фаворитом. Потому что в прошлом бою он встречался за чемпионский титул с Нэтиллем Вудом. И был просто в миллиметре от победы. Он забивал Вуда, но не смог забить. И в итоге Вуд камбэкнул и забил, собственно, Джош Рида. Да, до этого у него был отличный стрик. В общем, Рид, в принципе, умеет побороться. Но в основном предпочитает вести бой в стойке. Мне всё-таки как-то полагается, что Рид здесь более предпочтительный. Итак, друзья, на сегодня у меня всё. Будьте активны, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем до свидания.